Конференция открывает большие возможности перед участниками. Заинтересованные студенты будут создавать собственные научно-технические проекты. Именно это позволит им расширить свой кругозор в различных научных и технических сферах, что непосредственно улучшит уровень образования в Вайнмехе. Форум будет разделен на два отдельных подразделения. Форум для школьников и форум для студентов. Форум для школьников будет представлять собой конкурс для команд, выбравших один из четырех тем факультетов. О ракетостроении и космонавтике, и автоматизации и программировании, и вооружении, и экологии и естественно-научные исследования. Конкурс будет проходить в один этап. У каждой темы будет своя экспертная комиссия, состоящая из преподавателей и научных сотрудников университета. Экспертной комиссии предстоит оценить проекты участников всего в одному критерию – оригинальность конструкции. Также команды могут получить дополнительные баллы за навыки работы с презентацией и аудиторией. Форум для студентов будет представлять собой более узкую тему для проектов, а именно системы вооружения, ракетостроения, спутники, автоматизация процессов и навигационные системы. Конкурс будет проходить в несколько этапов. У каждой темы будет своя экспертная комиссия, состоящая из преподавателей, научных сотрудников и людей, занимающихся производством на практике. В таких профильных предприятиях, как Рубин, Алмаз-Антей, Малахит и другие. Экспертной комиссии предстоит оценить проекты по следующим критериям. Общая идея проекта – оригинальность конструкции, сложность, рентабельность и актуальность, и понимание основ работы их проектов. Ну и команды могут получить дополнительные баллы за навыки работы с презентацией и аудиторией. Боеведущие команды получат возможность продвинуть свой проект и возможность пройти практику на ведущих производствах страны. Военмех – один из старейших и ведущих университетов страны, выпускающий инженеров широкого профиля – от вооружения до космических аппаратов. Не зря еще в советские годы США боялась нашего университета, называя его советским рассадником ракетчиков. Наш проект поможет повысить престиж университета и качество поступающих абитуриентов, продвинуть развитие космической отрасли, чтобы наша страна снова совершала прорывы в науке и технике. И Новый Гречко говорили бы – военмех – лучший всех! Все, спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Вопросы? Вопросы? Да, пожалуйста. А я вас слушаю. А где вы собираетесь проводить этот форум? То есть это выезд какой-то будет или может быть это не берег? Где? Это будет происходить в стенах Венмеха. Так, пожалуйста. Мы хотели, чтобы вы первый вопрос задавали, но вы как-то задержались. Ребята, мне вот интересно, что интересно. А если один человек обратится к вам с каким-то проектом, то вы будете ради него форум проводить или вы будете набирать? Будете ждать какое-то время определенное? Один человек, как бы, в принципе, на нашу конференцию обратиться не сможет. В принципе, все студенты будут заинтересованы в этом, потому что будут присутствовать представители с других организаций, таких как Малахит, ИСС. Сами студенты будут заинтересованы в этом, чтобы продвинуть не только самого себя, но, как бы, открыть дорогу себе в жизнь. Ну, так будете ждать или ждать не будете? У нас, как мы сказали по программе, у нас будут команды. Если один человек пришел, ну, ищи команду тогда. Мы будем набирать по командам и агитировать их, собираться в команду. Потому что жюри будет, оно оценивает не одного человека, а команду. То есть генеральный конструктор, а у него команда. Вопрос хотели задать? Вы вот говорили, что еще будете приглашать школьников участвовать, но при этом проводить будете внутри вуза, а как же секретность? Ну, просто... Есть день открытых дверей. Да? Он же работает, для детей входит. Все нормально. Да. Да. А на студентов каких курсов рассчитан данный проект? Извиняюсь, можно еще вопрос? На студентов каких курсов рассчитан данный проект? Кто захочет. А сможет ли человек с первого курса создать реально стоящий проект, который оценят в рубине? Научные руководители, старшие товарищи ему помогут в его проекте. А насколько вообще образован первокурсник в данной сфере? Мы же здесь, мы же лидеры и образованные люди. Понятно? А какова вообще заинтересованность вы проводили такую опрос? Проводится все-таки множество подобных чемпионатов и среди школьников с 9 по 11 класс. И благодаря грамотным научным руководителям и людям, готовым им помогать, они все-таки создают свои проекты и реализуют их. А почему бы студентов тогда старших курсов не начать просто заниматься научно-исследовательскими работами на своей кафедре, своим преподавателям? А сколько таких студентов сейчас есть, которые просто так занимаются этим? А у вас тоже будет просто так? Я это уже говорю третий раз. Будут представители из других организаций. Они смогут показать себя, свой потенциал. Если кому-то из присутствующих понравятся навыки студента, они могут пригласить его работать в своей организации. Студенты не останутся просто так. Они могут тратить свое время на кафедре, а могут показать свой потенциал всему обществу. Мне кажется, что, наверное, данный проект должен основываться на неком сообществе, которое в нашей стране называется «Сириус». И этому сообществу придается очень большое внимание. Вот если из «Сириуса» брать заинтересованных людей, а там есть целое деление космонавтики, космоса, второе такое общество находится у нас в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Клуб друзей космонавтики. Карель правильно называю? Карель, я понял. Она там готовится, я понял. Клуб друзей космонавтики, который тоже делает свои проекты, посвященные космосу. То есть там есть уже те школьники, которые хотят свою жизнь посвятить космосу. Вот мне кажется, что если пройти по данным организациям, я только две вот тут перечислил, я их гораздо больше уже в нашем городе. Существует достаточное количество таких организаций, например, даже и на практиках. Да, так это не они же к вам придут, да? А изначало вы должны к ним прийти и сказать, ребята, пойдемте с нами, да? Ну, тогда, наверное, как-то это и может продвинуться вперед, мне так кажется. Я клуб друзей космонавтики называю? А, юношеский клуб космонавтики. Все, спасибо. Просто она его закончила. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты. Аплодисменты.